Девушки отдыхают Не понимает Александра Невзорова Есть ли это форма какого-то снобизма? А я не слышал об этом, расскажите мне Расскажите про ваше киноненавистничество Какие у вас претензии к господам кинематографистам Что это конфликт физиков и лириков Или что-то более личное? Нет, а у меня, во-первых, нет никакой неприязни, скажем так И даже нет пренебрежения Всего того, что мне приписывают, у меня нет Я как раз к кино отношусь довольно серьезно И понимаю, что это очень интересный раздражитель Что это хорошо структурированный конструктор Каждый раз Что такое кино, да? Это очень интересный раздражитель С помощью которого Определенным образом С помощью различных стереотипов Клише, представлений Кто-то воздействует на ваши там Ассоциативные цепочки Неоднократно уже говорил Вот вы чем смотрите кино? Всеми своими чувствами? Хрен, потому что нет у вас никаких чувств У вас есть медулы облангата У вас есть другие отделы мозга В том числе средний мозг В том числе и ретикулярная формация Наиболее древней его структуры Мы смотрим это тем древним мозгом Поэтому все физиологические изменения Все отправления Потливость, изменение электропроводности кожи То есть возникает очень много всяких интересных факторов Которые нам много рассказывают о человеке Поэтому относиться пренебрежительно к кино глупо Это не менее мощный вызыватель Измененного состояния сознания Чем там, предположим, музыка Какие-нибудь холодовые или резко тепловые процедуры Это интересно Но вот в вашей передаче «Искусство лыгать» Где вы разбираете фильмы Вы все время их разбираете с точки зрения децепиента Как это воздействует на человека? Власть Рэмбо над советскими и русскими мозгами Чуть-чуть ослабела Но она все равно посильнее, чем власть Каких-нибудь персонажей фэнтези Толстого Под названием «Война и мир» Как будто человек от собака Павлова А чем отличается человек от собаки Павлова? Расскажите мне В данном случае вот есть собака Есть световой, звуковой, шумовой, болевой, раздражитель И мы наблюдаем за различными реакциями Кино на самом деле Это тот же самый раздражитель Просто это не просто лампочка, которая зажглась Это не просто кололка И не просто электроразряд Не просто демонстрация еды Это сложно структурированный набор раздражителей В этом смысле он драгоценен Человек может не отличается ничем от собаки Павлова Но у вас передача как бы критическая Как кинокритика И вы никогда не говорите о самом кино Что для вас кино? Это аттракцион, мельесовская традиция Или люмьеровский реализм Кино синтетическое искусство Или не имеющее отношение ко всем искусствам Более древним существовавшим до него Потому что оно имеет отношение ко времени Кино снимает смерть за работой Но вы знаете, черт его знает Вы никогда не задумывались Почему нет порносайтов Или порножурналов для обезьян Те же дорсальные нервы Тот же подчревный Те же нервы пениса У обезьян денег нет Если бы они были платежеспособны То, уверяю вас Порносайты для обезьян Обязательно были бы Равно как и порноиздания Может быть у них нет образного мышления Просто соответственно Ну у вас тоже нет И у меня нет И то, что мы называем образным мышлением Это всего-навсего Такие крепкие, хорошие сцепления стереотипов Потому что ведь вы понимаете Что вы, что бы ни думали Про свое образное мышление Не в состоянии выйти Своими образами И своими представлениями За хорошо очерченный для вас круг И мы с вами беседуем И мы не изобрели ни единого слова Ни одной фразеологемы Ни одной истины Мы пользуемся И все время рекомбинируем Рекомбинируем У кого получается Очень удачно это сделать Эта рекомбинация Как бы становится Фундаментом для выстрояки Черт последующего Это и есть принцип культуры Поэтому говорить там Люмьер, не Люмьер Мне совершенно глубоко пофиг Это сказочный, интересный фильм Потому что он, в общем, пытается Докопаться до правды О звериной природе человека Ну хорошо, вот вы же сами Кинематографисты Сняли несколько картин Вот, например, «Чистилище» Получается, что если все вторично Вы заранее были готовы к тому Что вы сейчас снимете Вторичный продукт Конечно, конечно И, то есть, из того набора приемов Который существовал Из того обилия Уже заготовленных для меня красок Мне надо было всего-навсего выбрать И вот произвести ту самую Рекомбинацию Которая, ну, хотя бы Внешне бы Отличалась от привычных То есть, это должно быть В принципе, что-то новое Дело в том, что количество элементов Из которых мы делаем Эти конструкторы Оно настолько огромное Что при известном трудолюбии И при понимании того, что ты хочешь При понимании того, что существуют И меняются стандарты В принципе, всегда можно Создать новый раздражитель Ну, хорошо, когда вы снимали Ваш фильм «Чистилище» Перед вами какие цели стояли? Художественные вообще не стояли? Ну, передо мной стояли цели Во-первых, попробовать это Во-вторых, реконструировать Реальные события Я просто к чему это все подвожу? Что если вы выбрали форму Художественного кино Значит, это вам показалось Действенным способом Для осмысления произошедшего Значит, кино – это не просто Это тупые раздражители, которые… Почему не просто это? Это нет На тот момент, скажем так Я еще не понимал механизма Механизм я стал понимать гораздо позже Надо сказать, что я практически сразу И очень давно я умел всегда защищаться от кино Мне очень не нравится воздействие алкоголя Музыки Мне вообще не нравится все то, что каким-то образом Пытается вести меня в состояние эсэс То есть измененного состояния сознания Мы знаем, что кино обладает совершенно магической силой И это подтверждено набором сложных физиологических экспериментов Что оно умеет вытеснить из человека любую реальность И занять практически оба его полушария По крайней мере, корой этих полушарий Есть люди, которым это безумно нравится Которые ходят на сумасшедшие рок-концерты Которые любят барабаны Которые суются в прорубь Которым нравятся марши Кино живо Без них всерьез верят в какие-то бредни Про высокую силу искусства Про то, что оно что-то изменяет Про какие-то качественные изменения с хома могут произойти Ну, то есть, это их проблемы Причем таких наивных, как я понимаю, 99,9% Ни один фильм у меня не может вызвать, ну, скажем так, никакой эмоции Почему? Потому что я понимаю, что это такое Я понимаю, как это сделано, для чего это сделано Я понимаю, что я не осьминог, который согласен пульсировать и менять цвет В зависимости от частоты тока, которая к нему подведена Но вы же понимаете, что такое ваша любимая женщина, допустим И тем не менее, вы испытываете к ней эмоции Это очень сложные комплексы рефлексов, ассоциации Это все, скажем так Вот есть вещи, которые просто никогда не имеет смысла трогать И в них ковыряться Потому что мы ведь, если будем абсолютно честны сами с собой И будем идти только вот этим вот павловским путем ковыряния во всем То, конечно, мы вынуждены будем сделать массу сложных выводов С которыми, ну, обычному человеку очень тяжело жить дальше, да? Хорошо, вы ходите в кино? Нет, а у меня есть ребенок, который захотел посмотреть про замечательное кино про гномов Хоббит, да? Мне очень понравилась песенка гномов Замечательная совершенно вещь, никакому Чайковскому не снялось Вообще, как бы, как изделие великолепно А вот по доброй воле я еще смотрел «Пиратов Карибского моря», конечно Я капитан Джек Воробей, смекаешь? И могу вам сказать, там тоже интереснейшие впечатления Потому что я же такая же собачка Павлова, как и все остальные Но только я имею возможность здесь интерцептивно оценивать, как и на что это действует Из всей палитры кинематографа за последние годы Вы выбрали фильмы развлекательные И, скажем так, без какого-то не было месседжа Довольно примитивные Не есть ли это форма какого-то снобизма? Что вы, в принципе, отрицаете А что фильм не должен быть развлекательный? Есть фильмы, на которых полагается засыпать? А я не слышал об этом, расскажите мне Нет, фильмы могут быть какие угодно, но просто Вот вы говорите развлекательные Значит, есть неразвлекательные Это какой? Те, которые предлагают задуматься зрителю Ну, с моей точки зрения, эти «Пираты Карибского моря» гораздо глубже, чем все те фильмы, которые гораздо более сильные и талантливые Джек Воробей для практически всех, кто наблюдал эту картину, символ того, что есть в них во всех, но никогда не получит свободу И мощный состоявшийся раздражитель, чем все это ваше, вот там капают сопли в глубокий колодец, где там по три часа куда-нибудь едут на машине, потом два слова значительно произносят Вот это вот все мне не надо вообще А что вам надо? Для чего вы пытаетесь сохранить свое сознание неизмененным, если отрицаете всю культуру? Я не отрицаю всю культуру, как это значит, отрицаю всю культуру? Есть мощнейший фактор, да? Как можно его отрицать? Он есть Но разобраться в том, как он действует, почему он действует, и как минимизировать его действия, это, конечно, очень важно Вот свести его воздействие к абсолютному минимуму, потому что прекрасно говорил Макс Борн, что наука разрушает этический фундамент человечества А я к этому добавляю, и это прекрасно, но дело в том, что она разрушает слишком медленно И поскольку человек склонен жить мифом о себе, поскольку культура пришла раньше, науке значительно Она успела сложить об этом бедном человеке столько неблиц, и более того, выдрессировать его этими неблицами Заставить жить по этим неблицам, но это все равно, что там, не знаю, к кофеварке вы бы имели инструкцию от пылесоса, да? И пытались бы эту кофеварку заставить правильно работать, не получится Только, к сожалению, трезвость в оценке того, кто мы такие, каковы наши действительные способности и возможности Только эта трезвость может быть интересной, с моей точки зрения Она гораздо более сильная, раздражительная, как всякое знание Поскольку для них нужен вот этот простой язык простых образов, простых ситуаций Понятных им, под которые они начинают моделировать свое поведение Которому они начинают подражать в той или иной степени Конечно же, это да, да, если мы вообще говорим о ценности и серьезности так называемой истории И всерьез можем как бы это воспринимать как какие-то трагедии или комедии, да? Мы обязаны, в общем, довольно равнодушно и хладнокровно наблюдать за тем, как это развивается Это очень любопытно Ну а почему, к сожалению? Если бы не было фильмов Ну, в принципе, ваше искусство, поймите Если бы оно было бы способно, в принципе, корневым образом всерьез изменить человека Либо как-нибудь его улучшить, либо хотя бы улучшить его чуть-чуть То, вероятно, со времен первых экспериментов с искусством Ну, не будем брать наскальные росписи Возьмем какую-нибудь Ниневию Возьмем какую-нибудь Сирию До двадцатого века это несколько тысяч лет, почти семь, да? И этот человек за семь тысяч лет отданный в распоряжении искусства, высоких образов, высоких мифов о себе Этот человек в двадцать первом веке убивает сорок миллионов подобных себе особей, столько же насилует Гноит в лагерях, сжигает в печах, лишает конечности То есть проявляет абсолютно нетронутую, интактную видовую агрессию Ту самую, которая в нем и закрепилась за все годы его реальной истории Во-первых, люди убивали себя миллионами, не благодаря искусству, а благодаря достижениям науки Потому что появилось оружие массового уничтожения Мы немножечко вам сократили это удовольствие, сделали его, скажем так, быстрее и удобнее Я имею в виду оружие массового поражения Вам, конечно, больше нравится наматывать чьи-нибудь кишки на ручки дверей Либо долго убивать друг друга стрелами где-нибудь при Гастингсе Целясь в прорезь забрала И потом наблюдая за тем, как, значит, этих несчастных королей вытаскивают лошади, зацепившихся за стремия с поля боя Но сбылась ваша мечта, да уж Извините, наука неостановима в своем развитии И мы всегда обязаны ждать от нее какой-нибудь очередной ипакости в том числе Научно-технический прогресс подсовывает все новые и новые и более совершенные способы убийства и издевательства друг на другом Но как ими не пользоваться? Но она тоже, она же тоже несвободная, это не какая-то другая реальность наука Она точно также обслуживает интересы хома Она точно также работает на его корневые глобальные свойства, которые в нем существуют И на поверхности которых вот бегает этот маленький ваш сорокашка искусство Который думает, что от того, что он где-то напачкал лапками Эта гигантская страшная структура под названием человек может поменяться У искусства нет задачи человека улучшать Это как... Совершенно верно, у него есть функция раздражителя, за которую платят Причем за которую платят сам раздражаемый, что самое приятное Поэтому всегда будут существовать мастера, которые будут изготавливать эти раздражители Коль скоро они оплачиваются не просто хорошо, а сверххорошо Здесь мы с вами возвращаемся к уже затронутой в нашей лекции теме о том, что Да, действительно, если бы у обезьян были бы деньги, мы бы имели счастье иногда лицезреть обезьяне порно-сайт Просто если бы вы ходили на другие фильмы, а не только на «Пиратов Карибского моря» Вы бы знали, что у искусства задача стоит человеку объяснить и показать ему все его ничтожество как раз В еще большей степени, чем у науки К сожалению, люди, которые делают кино, имеют очень слабое представление о конструкции мира Среди этих людей попадаются даже религиозные люди, насколько я знаю Что вообще говорит о глубочайших дефектах мышления И о полной неспособности, что бы то ни было, оценивать адекватно Попадаются люди, которые реализовывают собственные, весьма примитивные представления о человеке и мире Я не слышал никогда, чтобы хоть один Нобелевский лауреат по физике Снял бы хоть один художественный фильм У него, в общем, другие, гораздо более важные дела Вот я могу сказать, я не прикидываюсь, но когда я открываю там книжку какую-нибудь Интегративную роль нервной системы Шерингтона Я понимаю, что я имею дело с глубочайшими образами, достойными изучения Что здесь человек во всей его эволюционной протяженности Со всеми его страшными склонностями, со всей его спецификой И когда я открываю какую-нибудь Мастера и Маргариту, я вижу какие-то примитивные скучные схемы Продиктованные временем и недоразвитостью, скажем, того, кто это писал Но это же метафора Я понимаю, что эта метафора, она неудачная Почему неудачная? Это метафора раннего советского общества и его деградации Я в данном случае вам рассказываю свои впечатления По мне эта метафора крайне неудачная Если бы он чуть-чуть получше бы поизучал мозг, возможно, он изобрел бы метафору какую-нибудь Ну, скажем так, покачественнее Эта метафора работает на определенные референтные группы На людей, которые на свое счастье знают мало Но вообще я вас понимаю в вашей тоске И понимаю, да, понимаю ваш обреченный взгляд в разговоре со мной Вот Дима Быков на этом же самом месте, побеседовав со мной, в дикой тоске Сказал, что если бы я знал столько, сколько знаешь ты Я бы никогда не смог ничего написать Потому что для того, чтобы писать, для того, чтобы заниматься искусством, кинокритикой Необходим еще, конечно, такой вот набор культурологических иллюзий Нетронутых стереотипов, нетронутых штампов И он тоже работает, потому что это же имеет спрос И кино, и кинокритика имеют свои референтные группы Огромное количество поклонников Поэтому не обращайте вы на нас внимания С нашей мерзкой трезвостью И вы на нас не обращайте тогда А мы вас изучаем Продолжение следует...